Сегодня будет очень необычный эфир. Я вам сегодня расскажу о самом таинственном современном художнике, имя которого до сих пор неизвестно, который скрывается. И также расскажу, как птицы счастья Аист из Диснейленда приносят детей. Итак, все художники, все современные художники, в последнее время на меня стали подписываться именно художники. Я вижу из Лос-Анджелеса, я вижу из Лондона художников, английских даже художников, англоязычных в смысле. Начинают подписываться, интересоваться работами и хотят, чтобы я увидела их работы. И я вижу, что все художники пытаются сделать себе имя, думают над тем, как же сделаться известными в этом мире, чтобы имя звучало. Но только один удивительный, экстравагантный, неординарный художник, которого зовут... псевдоним которого звучит как Бэнкси. Бэнк-си. С итальянского это да банку. Бэнкси. Только один этот интереснейший, колоссально экстравагантный, социальный, который бьет по живому художник, граффити, родившийся, как кажется, в Бристоле, в Великобритании. Говорят, что он родился в 1974 году, но другие сведения говорят, что ему 35 лет. Третьи говорят, что это солист группы «Массив Атак», но это не точно. Никто не знает этого художника, и он скрывает свое имя. И тем не менее, это самый знаменитый художник-граффити, который продается, который делает свои выставки, который занимает премии. И сейчас я вам об этом расскажу. В 90-х годах он делал свои рисунки, граффити, на домах в Бристоле. Сейчас все эти дома запрещаются вообще трогать эти его рисунки, потому что он подписывал Бэнкси. Потому что они каждый несет очень серьезный месседж, социальный месседж, политический, межкультуральный и так далее. Но вот недавно один из этих граффити был зачеркнут черной краской, и это был очень большой скандал в этом городе, потому что они прямо реально охраняются. Но эти граффити с места на место по миру, по миру, значит, он, путешествуя, оставляет свой след. В стране, например, в Италии, он оставил два раза свои граффити. И один раз в 18-м году, извините, по-моему, в 19-м году на Биеннале появилось его граффити в бронежилете, маленький ребенок с огнем, как это, с гранатой, вот это, с дымовой шашкой на Биеннале. Потом у него удивительные работы. Вы должны обязательно зайти. У меня нет возможности сейчас вам слайды показать, но я уже выставила в моем инстаграм некоторые его работы. Вам просто надо самим пойти по ссылке внизу и посмотреть все о нем и поинтересоваться этим невероятным художником, который видит мир удрученно. Да, он видит социальный разлом, он видит, куда в мусорное ведро сливается любовь, в которую девочка с шариком верила. Его картина «Девочка с шариком», просто, ну как она картина, она была, опять же, сделана в граффити, на стене, девочка, просто силуэт черный, с шариком в виде сердечка. Вы наверняка это видели. Эту картину продали на аукционе за миллион долларов. В 2000, простите, не помню, то ли в 15-м году, но, в общем, недавно, или в 16-м году, за миллион долларов. В момент продажи, представляете, листок начинает сходить, эта картина в рамке, листок начинает опускаться и начинает разрезаться. И наполовину останавливается и открывается надпись. Под этим листком была надпись «Любовь скидывается в мусорное ведро». Вот он говорит о таких моментах, знаете, о такой надломленной вере, о вере в чудо, как вот я часто говорю, на Советском Союзе растили такими возвышенными людьми, и потом мы сталкиваемся с реальностью, и реальность находится во власти сил, которых мы не можем противостоять. Вот. И он об этом, вот это все, он поднимает эту тему. Ну, такой вот вопрос. У него такое видение глобальное мира, глобальное. Например, он на стене Палести, где разделяется Палестина и Израиль, на стене оставил свой след, как то ли палестинец, то ли израилец, кидается не бомбами и не этими шашками, а цветами, букетом цветов. То есть, везде он несет вот этот смысл. Или женщина, которая горничная, в момент... Это говорится о Елизавете, о ее троне, об английском, об английской королеве, которая сметает пыль, сметает пыль, поднимая занавес, и сметая туда пыль. То есть, всю грязь, которую королевский трон скрывает, он выявил вот в этом граффити. Эти граффити находятся немножко по всему миру, но тем не менее, в 2011 году он занял... В общем, подождите, чтобы точно вам сказать. Значит, на международном берлинском фестивале в 2011 году он получил премию, и также он получил еще и Оскар, представляете, за документальный фильм, за лучший документальный фильм, который называется «Выход через сувенирную дверь». Это тоже... А, «Сувенирную лавку», «Выход через сувенирную лавку». Это надо посмотреть, я пока еще не видела, не дошла до этой темы, но я хочу всего проанализировать и вам советую, потому что это трогает, это реально звучит по нервам. Это непростые вещи. Также, кто пошел брать приз, был человек инкогнито. То есть, это не был он, был человек за него, который взял этот приз. Далее, существует его инстаграм, где он публикует также свои мысли. То есть, на каждой своей работе у него есть свои мысли, которые он пишет, не переписываясь, не вступая в переписку с людьми. Потом, у него есть сайт, где только одно видео. Там нет его работ, там только одно видео. И когда начинаешь смотреть, очень интересное видео, всем советую посмотреть, потому что любимый этот учитель, как же он, Роб, который учат пейзажи писать с такой большой шевелюрой, Боб, Боб Роб, не помню, извините, забыла. Вот, он удивительно пишет классические вещи, он показывает, как акрилом их писать. И, начиная то, с его голосом идёт человек в ночи, накладывает трафарет на стену и делает граффити. И, представляете, потом это граффити, как бы, отъезжает камера, ну, я надеюсь, вы посмотрите, отъезжает камера, и там тюремщик сбегает из тюрьмы, с печатной машинки идёт, как бы, простынь, по которой тюремщик сползает со стены. И уже показывают полицейских, которые там увидели это граффити. И это граффити сделано на стене тюрьмы, представляете, потому что поднимается так видеокамера, ну, видимо, он снимал на этом, на дроне, поднимается, и там видно, что это тюрьма, на самом деле. Представляете, как круто, просто круто. Вот. И это, это, у него проект за проектом, там, каждое, каждое его произведение, его граффити, каждое, оно несёт колоссальный смысл. И потом, вот девочка с шаром я вам рассказала, и, значит, Диснейленд. В своё время я была в Диснейленде ни один раз, и на меня это производило ужас всегда. Я не знаю, я не знаю, как на раз, но это как пир во время чумы для меня оказался. И вот последний раз я была, когда в Диснейленде в Париже, вот эти вот скелеты, и всё, всегда у меня вызывало вот это чувство несоответствия, тревоги, ничего радостного почему-то я не видела. И я с Бэнкси совершенно согласна, потому что он сделал свой Диснейленд, который у него в переводе звучит как Дисней ужаса, что-то, Дисней страха. В 2015 году он его устроил на пляже, заброшенном пляже, из бетона и металла. Он построил такие покосившиеся дворцы, и, кстати, очень напоминает в Париже, когда сожгли Нотр-Дам. Вот очень похоже вот эти вот, как сгоревшие. Может быть, он предвидит, может быть, он вообще... Вот мне бы очень хотелось с Шигаловым, Александром, по-моему, да, блогер, поговорить на эту тему, потому что у Бэнкси также связь с Симпсонами. Симпсоны про него сняли 22-й сериал, и также третью серию из этого сериала сделал он, его взгляд на Симпсонов. То есть, это, короче, непростой совершенно человек, и непонятно, один ли это человек, а целая организация, потому что за всем за этим... Ну, это мощно, то, что он сделал. Даже вот в 2015-м году только один месяц, июнь, был открыт вот этот вот его Диснейленд. Назывался он как-то, как-то типа Дисней, но не Дисней, в общем, короче, ужасов, парк ужасов. И там он раскрывает вот этот вот обман, понимаете, обман. во-первых, там при входе проверяют просто людей с ног до головы всякими вот этими установками, нет ли на них чего-то железного, как нас проверяют сейчас, еще скоро и паспорта нам сделают для переезда и так далее. И его последнее граффити, где написано, что мы одна нация под контролем всевидящего ока. Ну, в общем, я выставила в Инстаграм эту фотографию, посмотрите, что нету разделения на нации, мы все одни под этим контролем. И заходят туда люди за один день, за 4 тысячи человек посещения, целый месяц посещения этого парка, 4 тысячи человек в день. Приходило, представляете, у него там, конечно, колоссальные инвестиции, потому что он прямо сделал Диснейленд. Лодки, в которые там играть, которые друг друга сшибают и так далее, там переплывают беженцы, полицейские, тонут там эти человечки и так далее. Перевёрнутая принцесса, которая выпала и разбилась из кареты, то есть намёк на принцессу Диану. Много-много месседжей, месседжей, что то, что мы сон, разрушенный сон, то есть полностью разрушенный сон, мир, который мы построили, не есть тот идеал Микки Маусов, который мы пропагандируем детям, как мы их воспитываем. На самом деле наш мир, который мы создали, он глубоко, изначально порочный и вообще страшный. И я, в общем-то, в общем-то, восхищена, я знала об этом художнике, но я не погружалась. Теперь я хочу погружаться и проводить это через себя, возрастая как художник и видя также реакцию публики, понимаете, потому что этот художник прячет свое имя, продается за миллион долларов. И вот другое граффити, которое он сделал, посвятил 60-летию Елизаветы Второй, там ребенок африканский шьет что-то на машинке с американскими английскими флагами, что-то шьет на машинке. Это было продано за 750 тысяч евро тоже на аукционе это граффити. И мне очень интересно именно вот это правда, понимаете, я люблю правду. Я сказки люблю Афанасьева, но вообще книги и в жизни я люблю правдивые истории, и это одна из тех, которая меня прям захватила. завтра завтра я вам еще расскажу про другого художника, который тоже великолепный китайский художник, у которого папа мыл 15 лет общественные туалеты и научил его мыть общественные туалеты, он делал это так исключительно хорошо, как они были такие чистые, как в музее, он говорил. И он стал самым высокооплачиваемым китайским художником, это не помешало ему. Вот знать все эти детали очень круто для личного роста, личного развития, ну и я счастлива с вами делиться. А теперь я расскажу мой опыт про Диснейленд, когда в 2011 году мы поехали справлять с моей подругой Новый год туда, и это была страшная ночь ужасов, кошмар, лифты падали, все там, столько эмоций таких жутких каких-то, я думала, боже, боже, бедные дети. И когда мы зашли в будку, где там продаются сувениры, я вот приобрела вот такую вот маечку, вот такую маечку. И моя подруга приобрела такую же маечку, мальчишескую, и вы знаете, через год у меня родилась дочка, а у нее родился сын. И я хочу сказать, что то ли вот эти эмоции, которые есть и на подъеме этих эмоций, загаданное желание, оно сбывается, то ли Диснейленд несет в себе такие сбычу мечт, знаете, может быть очень многие загадывают, оно сбывается, или просто мы такие классные, что можем реализовывать свои мечты, но это факт, и факт остается фактом. У меня есть маечка как доказательство того, что вот в тот момент я просто, когда я покупала, мы еще с ней договорились, давай берем и чтобы нашим детишкам оденем через год. И так и случилось. Все. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе Натальи Филенко. Переходите, посмотрите обязательно Бэнксе в моем Инстаграме, поинтересуйтесь, пройдите на его сайт и познакомьтесь с этой личностью неординарной или с общественной группой. До сих пор это остается загадкой. Всем пока. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok